Владимир Путин также поставил еще одну задачу перед агентством стратегических инициатив. Нужно продолжать развивать систему подготовки кадров в регионах, продвигать социальные программы. Вот эту точку мы обсудим с нашим гостем в студии LifeNews Светлана Чупшева, директор направления социальных проектов как раз ОСИ. Светлана Витальевна, я вас приветствую. Ликуют, по-другому не скажешь, СМИ Татарстана, с заголовками выходят именно по примеру Татарстана. Детские технопарки будут созданы во всех регионах Российской Федерации. Почему действительно этот пример выбран для образа и подобия, учитывая, что два еще на территории Хантамансийского автономного округа существуют? Я бы не сказала, что это пример Татарстана. Это как раз модель, которую разработали агентство стратегических инициатив совместно с лидером проекта Мариной Раковой и ее командой. Это ведущих специалистов наших вузов, экспертов, лидеров отрасли. Это новые абсолютно программы по нейротехнологиям, робототехнике, работе с большими данными, IT, хакинг. Это те новые специальности, возможности, наверное, для детей, которые, конечно, завораживают. Вот давайте вы нам только коротко объясните, раз это для других чудо чудесное, какое-то ранее невидное, что такое детский технопарк? Детский технопарк – это современное пространство, безусловно, с новейшим оборудованием, мировых стандартов, которое позволяет ребенку реализовать настоящую технологическую задачу. Это группа специалистов, профессионалов, педагогов, которые могут стать современным таким партнером для ребенка при вовлечении его в научно-техническую сферу. Это вместе со школой или после школы? Это дополнительное образование. То есть ребенок после школы может идти как в рамках секции и получать вот такое дополнительное образование в сфере научно-технической сферы. И очень важно, еще раз говорю, что это уникальные программы, они впервые в России запущены. И как раз первыми площадками стали Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ. Президент поддержал этот проект. Это очень важно с точки зрения каких-то технологических прорывов и формирования новых отраслей в российской экономике. И, по сути, будущие кадры для этой экономики – это наши сегодняшние школьники. Вот слово «экономика» вы первое произнесли. Нелегкая экономическая ситуация в стране. Как реализовать вот эти масштабные, нужные проекты? Вы знаете, хочу отметить, что, понимая действительно значимость этого проекта, и кадры решают все, мы давно об этом знаем, то первые субъекты – это Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ – реализовали этот проект за счет своих собственных средств. И очень важно, что эти программы бесплатны и доступны для всех детей, которые там сегодня обучаются. То есть, по сути, все расходы взяли на себя регионы. В этом году, Владимир Владимирович поддержал, и Министерство образования Российской Федерации выделит необходимые средства именно на капитальные затраты, на затраты на оборудование для новых технопарков в регионах. Это будет софинансирование с субъектами Российской Федерации. И плюс еще будут выделены, тоже мы согласуем сегодня это с правительством Российской Федерации, средства на запуск этих технопарков из бюджетов национально-технологической инициативы. Ну, раз уж во всех регионах России они появятся, где детишкам первым-то готовятся к тому, чтобы пойти в такое учреждение со взрослым названием технопарк? Ну, вот три площадки уже у нас работают. В этом году мы планируем порядка десяти еще открыть в разных субъектах Российской Федерации. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин выразил желание, чтобы такой технопарк и такая научно-техническая станция появилась в Самаре. И я считаю это, безусловно, важно, потому что как раз первым партнером, с которым мы реализуем такие программы, это ОРКК «Энергия», это «Роскосмос». Все знают, что именно в Самарской области ЦСКБ «Прогресс», двигатель-строительные предприятия, которые будут формировать уже настоящие взрослые задания для ребяток из этих парков. Ну, конечно, там и какой опыт будет у детей, глядя на специалистов, которые, возможно, к ним придут их учить. Спасибо большое. У нас в студии была Светлана Чупшева, директор направления «Социальные проекты» агентства стратегических инициатив. Скоро продолжим. Спасибо. Спасибо.